В этом дворе сегодня шумно. Ребята проверяют на прочность новые красочные горки и лесенки. Вместо пустой площадки здесь появился целый детский городок. Многие признаются, очень ждали момента, когда же он наконец откроется. Сначала я видела горку, как строят, потом я очень сильно удивилась, что я не знала, что это. Потом, когда уже все достроили, мы вечером пришли с дедчиками, начали смотреть все. Скажи, пожалуйста, тебе нравится площадка? Да, очень сильно. Ребята говорят, они уже даже придумали новые игры в детском городке. Слепой гном – это надо идти по домику и искать всех с закрытыми глазами. А в паутине, как будто бы ты в паутине и не можешь выбраться оттуда, и тебя догоняет Галя. Местные жители рассказывают, лет 20 назад тут была красивая площадка. Но с течением времени все конструкции разрушились. Детям стало негде играть. Что могли, жильцы этого дома мастерили своими руками. Но создать такой городок, который сделала компания «Наш двор», они вряд ли смогли бы. Поэтому такому подарку здесь очень рады. Мне понравилась детская площадка. У меня маленький ребенок, 4,5. Старший, конечно, уже 16 лет, он уже не будет играть, конечно. Маленькому вчера понравилось, он с удовольствием катался, играл. Хорошо, что построили, сейчас буду с внуком гулять. И с внучкой, и с любимой, с Настенькой. Об устроить детскую площадку в этом дворе задумали давно. Жильцы обращались во многие инстанции. Но поддержку нашли только в общественной организации «Первоуральцы», рассказывает руководитель инициативной группы жильцов Надежда Мясникова. Сейчас женщина находится в больнице, поэтому смогла пообщаться только по телефону. Я давно уже ходила, выпрашивала эту детскую площадку везде. Где только я ни была, везде нас отфутболивали. Я вообще благодарна Виталию Павловичу. Единственный человек, который вот там помог. Председатель общественной организации «Первоуральцы» Виталий Листраткин говорит, это первый городок в микрорайоне Динос. Деньги на него собрали в рекордные сроки – за три месяца. Активно участвовали сами жильцы. Они вложили в общую копилку почти 50 тысяч рублей. Также откликнулись и помогли материально компания ПЖКУ «Динос», депутат областного законодательного собрания Ефим Гришпун, а также управляющая организация «Регион 96». Очень нравится идея, когда люди за свой счет самостоятельно, осознавая, что помогают детям, вкладываются и потом смотрят, ухаживают за этим городком. Теперь дело остается за малым, уверяет Виталий Листраткин. Скоро на площадке появятся и новые качели. «На заднем плане качелька качается. Она без качательных принадлежностей. Я думаю, что мы подберем что-нибудь такое, какое-то сидение достаточно безопасное, и прикрутим его, то есть будет полноценная качель». Общественники надеются, что жители будут следить за чистотой и порядком на детской площадке, ведь тогда все конструкции прослужат долго. Это уже 12-й городок, который открывает общественная организация «Первоуральцы». Сейчас на очереди еще один современный игровой комплекс. Он появится уже в июне во дворе на проспекте космонавтов. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Сергей Шемет, Интера ТВ.